Всем привет! В этом ролике мы будем собирать резонансный преобразователь. Тема будет довольно-таки сложной, но постараюсь объяснить простым языком. Так что усаживайтесь поудобнее, мы начинаем! У меня давно была идея собрать резонансный блок питания, но постоянно отталкивала мысль, что данная топология очень сложная. И поэтому я даже не пытался браться за эту тему. А потом я наткнулся на канал PowerOn. И там автор наклепал штук 6 резонансников, да еще на разных микросхемах. Меня это довольно сильно мотивировало, и я решил заняться этим блоком. С помощью его подсказок мне удалось собрать работоспособную конструкцию, за что ему отдельное спасибо. Что ж представляет из себя данный блок питания? На первый взгляд ничем не отличается от обыкновенного шимака, кроме вот этого дросселя. В нем-то и кроется вся прелесть данной топологии. Дроссель вместе с конденсатором создают резонансный контур, который способен творить на первый взгляд невозможные вещи. Но обо всем по порядку. Начнем с дросселя. Его установка нужна не всегда. Как так получается? В трансформаторе существует такое понятие, как индуктивность рассеяния. Это индуктивность, которая появляется вследствие намотки трансформатора. Она не относится к индуктивностям первичной или вторичной обмотки, а выступает как отдельный контур, включенный последовательно с первичкой. На что это похоже? Именно на тот дроссель, который нужен для создания резонансного контура. В ролике про намотку трансформатора я говорил о том, как можно снизить индуктивность рассеяния. А сейчас же нам нужно наоборот ее увеличить. Сделать это можно, намотав трансформатор немного непривычным способом. А именно разделив каркас на две части. На одной из них мотаем первичку, а на второй вторичке. Такое разделение в разы повышает индуктивность рассеяния. Сразу предупреждение. С первого раза намотать как нужно не получится. Придется несколько раз перематывать, пока не поймете зависимость. А также не имея осциллографа и измерителя индуктивности, вряд ли получится повторить данный проект. Самое интересное в данном блоке питание, то что форма тока через трансформатор не прямоугольная, как в шимаках, а синусоидальная. Синус получается вследствие работы резонансного контура. Также за счет выброса самоиндукции транзисторы могут переключаться в нуле напряжения. Тем самым снижая потери при коммутации и вследствие чего нагрев. При правильно настроенном контуре ключи практически не нуждаются в радиаторе. Их нагрев минимальный. С этим разобрались. Теперь рассмотрим плюсы и минусы данной топологии. Начнем с минусов. Так как регулировка происходит частотой, то получать на выходе широкий диапазон напряжений невозможно. При выходе из определенной области частоты мы можем свалиться в режим переключения при нулевом токе. Или же при слишком большом увеличении частоты переведем блок в режим постоянного тока, при котором диоды перейдут в жесткое переключение. Второй минус это то, чтобы собрать и настроить данный блок придется повозиться и не один вечер. Теперь к плюсам. Так как мы можем переключаться при нулевых напряжениях, то нагрузка на транзисторы меньше. И следовательно можно повышать частоту коммутации до 100 кГц и выше. А это в свою очередь дает нам большую выходную мощность при тех же габаритах сердечника. Теперь предлагаю рассмотреть схему. Как ни странно, но тут у нас всем знакомая IR2153. Почему она? Все дело в ее простоте. А нам для первого запуска это как нельзя лучше. Так как более продвинутые микросхемы имеют кучу защит, которые могут сыграть злую шутку. Поэтому первый блок будет именно на ней. Как видим, обвязка микросхемы в принципе стандартная, если не учитывать обратной связи. Сама же обратная связь работает таким образом. При повышении выходного напряжения, выше напряжения пробоя стабилитрона, происходит засвечивание внутреннего диода. А это в свою очередь приоткрывает транзистор. Когда транзистор начинает пропускать ток, он как бы шунтирует частотозадающий резистор вторым резистором. Таким образом понижается общее сопротивление. И соответственно растет частота. Диоды нужны для полноценной работы резистора. Так как через него происходит зарядка и разрядка частотозадающего конденсатора. Сам резистор изображен со звездочкой. Его необходимо будет подобрать в зависимости от минимальной частоты работы. Также со звездочкой резистор защиты по току. Он подбирается под конкретную нагрузку. Формула для расчета перед вами. Поэтому желательно иметь коробок с резисторами разных номиналов для подбора онного. Следующий шаг это разводка печатной платы. Первый вариант был сделан под меньший сердечник. Да и предназначался чисто для ознакомления с принципом работы. Второй же вариант я развел под ETD29. Это уже более мощная платка, которая позволяет гонять довольно большие токи. Место под дроссель я не оставил, так как решил перематывать трансформатор до победного. Вы же можете переразвести печатку и добавить дроссель. Устанавливать транзисторы и диоды на один радиатор была глупой идеей, так как транзисторы начинают нагреваться от диода. Если будете разводить, то не повторяйте моих ошибок. Можно вообще поставить транзисторы в депаке и охлаждать их только с помощью платы. Но это уже в следующий раз. Далее изготавливаем печатку старым добрым лутом. Потом запаиваем рассыпуху и оставляем напоследок намотку трансформатора. Это один из самых сложных моментов. Для его расчета потребуется программа старичка. В ней вводим необходимые данные. Такие как входные и выходные напряжения, мощность. А дальше необходимо подбирать частоту и зазор, таким образом, чтобы получить стандартное значение емкости конденсатора. Так как это единственное, на что мы не можем повлиять. Емкость конденсатора берется примерно 10 нафарад на 100 ватт выходной мощности. И еще, необходимо следить за адекватностью параметра индуктивности намагничивания. Чтобы она не была слишком большой или же слишком маленькой. Как было сказано выше, программа дает нам параметр минимальной частоты преобразования. Зная ее, можно подобрать частотозадающий резистор. Для этого воспользуемся онлайн калькулятором. И подберем нужный резистор. Когда получили данные для намотки, можем приступать к изготовлению транса. В первую очередь, для удобства, необходимо разделить каркас на две части. Какая из них будет больше, подбирается индивидуально, для каждого трансформатора. А также подбирается толщина перегородки. Чем она больше, тем выше индуктивность рассеяния. На одной половине мотается первичка. На второй вторичке и самозапит. Все это дело нужно хорошо изолировать с помощью майларовой ленты. После нескольких пробных намоток и включений, я выяснил, что для резонансников нужно использовать лицендрат. Так как обмотка из трех жил проводом 0,3 мм грелась и очень сильно. Лицендрат можно купить или же сделать самому. Себе я заказал, а пока он ехал, решил изготовить сам. Для этого я взял первичку 50-ти герцового транса. Смотал ее в 15 жил и получился довольно неплохой лицендрат. Но заводской, конечно же, лучше. Поэтому советую использовать именно его. Когда каркас намотан, нужно подбирать зазор таким образом, чтобы индуктивность первичной обмотки совпадала с расчетным значением полной индуктивности. Для этого пользуемся измерителем индуктивности. Когда зазор подобран, замыкаем все выходные обмотки между собой и замеряем индуктивность еще раз. Это и будет как раз индуктивность рассеяния. Если она отличается от расчетной больше, чем на 5-10%, то придется перематывать трансформатор. И это действие будет повторяться до тех пор, пока не угадаете с намоткой. Потом запаиваем трансформатор на плату. На этом сборка завершена. Еще можно сказать пару слов про компоненты. Входной дроссель. Он выдран из старого блока питания. Так что тут не критично. Второй дроссель выпаян из выходной части блока питания ПК. Тоже не критично. Теперь приступим к тестам. Первое включение блока желательно производить от лабораторника. Подав на него не более 30 вольт. И запаяв вместо вот этих двух резисторов, резистор поменьше. Ом на 500. Также можно заменить частотозадающий резистор переменным. И вращая его, посмотреть на что способен резонанс. Когда подбираемся к резонансной частоте, резко возрастает выходное напряжение. Такое в блоках ШИМ получить невозможно. Первое включение в сеть желательно производить через лампу накаливания и латер. Для отслеживания протекающего тока в первичке, необходимо использовать трансформатор тока. Его втыкаем между конденсатором и первичкой. Теперь подключаем осциллограф к нагрузочному резистору. И смотрим, что у нас происходит в контуре. Как видим, у нас тут долгожданный синус. Начинаем вращать ручку латера. И видим, что частота тоже изменяется. Теперь подключим к выходу электронную нагрузку. И проверим, на что способен наш резонансник. Как видим, во всем диапазоне токов, напряжение плюс-минус стабильное. Это все потому, что применил на выходе стабилитрон, а не ТЛ-431. С ней результат был бы лучше. Но мы сейчас делаем самый простой блок, так что хватит и такого. Также можем проверить защиту от КЗ. Для этого коротим выводы вторички. И смотрим осциллографом, что происходит в контуре. Блок пытается стартануть. Но как только ток превышает заданный уровень, он снова отключается. Думаю, вам будет интересно посмотреть, какие же пульсации на выходе данного блока. Для этого подключаем осциллограф к выходу. И смотрим уровень пульсации. А теперь подкинем на выход небольшую нагрузку в виде лампочки. И посмотрим, как изменится уровень пульсации. Как по мне, это довольно неплохой результат. Если вы хотите более подробно узнать про данную топологию, советую посмотреть ролик длиной в 20 минут, в котором можно найти много полезной инфы. Она пригодится для повторения данного проекта. Ссылку найдете в описании. Там же в описании будет ссылка на архив с кучей PDF документов на данную тему. Ну и на этом ролик подходит к концу. В дальнейшем я хочу попробовать блок уже с более серьезной микросхемой. Так что ждите. А на этом у меня все. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok